Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить о вот этом вот, даже не знаю, как его назвать, то ли скандал, то ли очередная точка или повод для напряжения в отношениях между Камратом и Кишинем. Это инициатива депутата от партии ПАС господина Мариана о том, что НДС для экспортеров будет из зарегистрированных на территории АТО Гагузи будет возмещаться из регионального бюджета АТО Гагузи, а не из национального бюджета, как это было до сих пор. И вообще, в целом, о том, как будут выстраиваться взаимоотношения между Камратом и Кишинем в новых условиях, в новых реалиях, напомню, новые реалии связаны с тем, что фактически власть в Гагузи перешла в руки организованной преступной группы, и вообще, как в этих условиях выстраивать так называемый диалог между Камратом и Кишинем, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем, депутатом парламента от партии ПАС Уазан Антой. Господин Антой, приветствую вас. Добрый день, спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Наша же задача разъяснять людям, что происходит. Вот на прошлой неделе было заседание Народного собрания, опять там на повышенных тонах, или даже, по-моему, на этой неделе было, да, на повышенных тонах все говорили. В общем, опять Кишинев обвиняли, требовали, значит, чуть ли не чтобы председатель парламента пришел на ковер, да, и поговорил с депутатами парламента. Они поставили условие, что он пришел. Как вы еще относитесь к таким ультимативным заявлениям со стороны, и ультимативным требованиям со стороны депутатов Народного собрания? Я отношусь спокойно и сожалею, что депутаты Народного собрания демонстрируют такой низкий уровень политической культуры. Я объясню свои слова. Что значит жить хорошо в республике Молдовы? Если спросить жителя севера, юга или центра, что значит жить хорошо, то все люди скажут приблизительно одно и то же. Нам нужен мир, нам нужна хорошая работа с хорошей зарплатой, нам нужно хорошее образование для наших детей и будущее для детей в Молдове, да, и так далее. То есть все понятно по-человечески. Однако, когда смотришь на заседание Народного собрания, как будто перемещаешься в другой мир. Там идет бесконечная война. Там Кишинев почему-то виноват. Не говоря уже о том, что речь идет в первую очередь о президенте страны и правящей партии, в которой я имею честь состоять. И возникает вопрос, а чего хотят добиться народные избранники из Народного собрания таким путем? Путем ультиматума, путем угроз в ситуации, когда правящая партия худо-бедно, имеет большинство в парламенте, имеет правительство и способна принимать решения в ту или иную сторону. Я никому не угрожаю, но это факт. И когда смотришь на заседание Народного собрания, то больше всего умиляет юридическая неграмотность некоторых уважаемых членов Народного собрания, которые почему-то считают, что они могут обратиться в Европейский суд по правам человека. То есть они демонстрируют, что не знают абсолютно элементарных вещей про Европейский суд по правам человека, кто туда может обращаться и при каких условиях. И когда депутаты Народного собрания апеллируют к европейскому опыту, то извините, конечно, за отклонение от канонов академических. У меня вспоминается анекдот про Бориса Абрамовича Березовского в бане, когда ему сказали, Борис Абрамович, вы или трусы оденьте, или крестик снимите. Если вы любите Путина, если вы любите Георгиевскую ленточку, если вы одобряете преступления путинского режима против украинского народа, то это ваш выбор. Причем тут европейские ценности? Европейские ценности совершенно не предполагают, что в автономии могут не знать официальный язык страны, бравировать этим и, скажем так, пытаться на этом зарабатывать какой-то капитал. Это европейские ценности не означают, что автономия занимается не внутренними проблемами автономии, а считают, что она может влиять на внешнеполитический курс страны. Не говоря уже о 2 февраля 2014 года, когда была организована политическая провокация под названием референт. Поэтому, если бы наши уважаемые сограждане из народного собрания хотели бы решать реальные проблемы, то, во-первых, они должны отказаться от агрессивной популистской демагогии, на что я считаю, что они на это не способны, потому что это их нутро. Вот я вижу там на экране одного депутата, который учит меня, как называется мой родной язык. Ну, там их много. Да, их много. Согласно их логике, в Австрии официальный язык австрийский. Согласно их логике, в Бразилии официальный язык бразильский. А в Америке американский, да? В Америке американский, не говоря уже о новозеландском и прочее, прочее. То есть это удивительно безграмотные и агрессивные люди, которые вредят в первую очередь самой автономии и жителям, нашим согражданам из гагузской автономии. Потому что сейчас цивилизованное человечество озабочено тем, что не знает, как пользоваться искусственным интеллектом, исправляться, да? А они нас тянут в какое-то сталинское прошлое, совмещенное с примитивной агрессией, которая ничего не решает. Поэтому я сожалею о том, что в Народном собрании такой уровень. И я констатирую, что этот уровень во вред самой автономии. И этот уровень, эта агрессия делает практически невозможным какой-то реальный диалог. Хорошо. А вот еще один аргумент есть. Его некоторые депутаты озвучивают и в Гагузии. Его очень активно продвигает партия ШОР, кстати, да. Как бы партия преданная неконституционная. Надеюсь, уже парламент примет соответствующий закон законодательный акт, чтобы мы не делали эти оговорки, да, чтобы она уже окончательно была вне закона. Значит, о том, что таким образом Кишинев наказывает Гагаузию за выбор, сделанный на выборах Башкана. Что вы ответите им по этому поводу? Я могу... Я имею в виду вот этот вот закон с НДС, извините, да, уточню. Нет, я могу только сожалеть, что эта платформа, которая называется рабочая группа, или как она называется, этот проект СИАМАЙ, да? Да. Он совершенно искусственно уходит от главной проблемы. На мой личный взгляд, это не партийный взгляд и не взгляд президента страны, в рамках этой рабочей группы нужно решить одну единственную проблему. Это размежевание и разграничение полномочий. Но они с самого начала ушли от этого. Они с самого начала ушли. Они ушли, и именно это позволяет демагогам кричать до бесконечности, что у нас забирают полномочия. Еще в прошлом созове парламента, когда я еще входил в эту рабочую группу, я предложил коллегам из Камрата, уважаемые, возьмите лист бумаги, если хотите, я вам его куплю и дам, и напишите на листке бумаги, как вы видите полномочия автономии. И давайте будем обсуждать полномочия. Потому что когда мне говорят, что Гагаузи это не этнокультурная автономия, это политическая автономия, так напишите, пожалуйста, уважаемые, на листке бумаги, что значит политическая автономия. Это значит, что Ваня Бургуджи будет послан в Брюссель представителем Молдовы в НАТО? Что значит политическая автономия? Где пределы? Это значит, что в Гагаузской автономии будет проведен так называемый референдум, и мы откажемся от европейского вектора развития Молдовы? Что значит политическая автономия? Я вот этого не могу понять. Напишите на бумаге, уважаемые. Хватит орать на митингах и на заседаниях Народного собрания. Потому что это чистой воды популизм и демагогия, которая отвлекает людей от реально существующих проблем, как в Республике Молдова, так и в самой автономии. Достаточно вспомнить, какой гиперраздутый бюрократический аппарат в этой автономии, и как депутаты того же Народного собрания кричали, сколько тратит на бензин на поездки та же Ирина Блах, которая уже видит себя кандидатом в президенты Республики Молдова. Две тысячи лей в день, по-моему, да? Две тысячи лей в день тратили. Да, кстати, по моему личному мнению, если бы Ирину Блах пропустили бы через детектор лжи, то этот детектор лжи сломался, потому что он не умеет измерять такой уровень лжи. Но это мое личное мнение, можете передать его Ирине Блаху. Ну я думаю, что она сама посмотрит. Вопрос по поводу этого закона НДС. И вообще, как бы, в таком подходе, который, судя по этой инициативе, избрал Кишинев. Насколько Кишинев, в данном случае руководство страны, которое целиком и полностью возглавляется партией ПАС, готово идти до конца по этому пути. То есть, как бы, мы видели заявление представителя парламента о том, что это бандформирование, которое захватили власть в Гагаузии, и вот этот НДС. Я, например, опять же, это мое личное мнение, я полагаю, я это рассматриваю так, как Кишинев не хочет давать бандформирование, какие-то лишние ресурсы, которыми бандформирование могут пользоваться здесь для развития своей политической деятельности. Вот такой подход. Насколько руководство Кишинева сейчас готово идти, как далеко руководство Кишинева готово идти с таким подходом? Я сразу скажу, что вы наверняка не правы. Речь не идет о том, чтобы кого-то наказывать, что-то урезать и так далее. НДС – это очень специфический налог. Центральная власть не посягает на остальные налоги, которые собираются и остаются, в отличие от других регионов Молдовы, в ГГУской автономии, а именно речь идет о НДС. Потому что если вы собираете этот налог, и речь идет о возмещении, тогда вот вы его и возмещаете. Речь идет об элементарном принципе справедливости. И здесь я хочу уточнить, что когда наблюдаешь за заседанием Народного собрания, то уважаемый член Народного собрания слегка передергивает, когда кричат о том, что в ГГУской автономии самая маленькая средняя зарплата. А мы про это не говорим. Мы говорим про то, что бюджет автономии, исходя из на душу населения, самый большой в республике Молдовы. А то, что в ГГУской автономии маленькая средняя зарплата, то это ваша ответственность и ваша вина за то, что на протяжении почти 30 лет существования автономии вы не сумели поднять экономику автономии до общенационального уровня. Поэтому я повторюсь. Да, если внимательно прочесть законы 23 декабря 1994 года, то мы можем констатировать с прискорбием, что статья о том, что взаимоотношения бюджетные между автономией и центром осуществляется на основе каких-то фиксированных выплат, она с самого начала не выполнялась и никогда не выполняется. Поэтому я повторяю. Остается открытым вопрос, что такое ГГУская автономия, зачем она существует и какие ее полномочия. Если ГГУская автономия это инструмент организованной преступной группировки, которая по заказу Кремля дестабилизирует ситуацию в Молдове, то это одна песня. А если ГГУская автономия это инструмент для сохранения развития идентичности ГГУского народа, сохранения развития языка и участия полноценного в жизни молдавского государства, то это совсем другой подход. И в народном собрании я не вижу людей, но не буду там упоминать конкретные исключения, там возможные, с которыми можно обсуждать именно такой вот цивилизованный подход. Это люди, которые сознательно или не сознательно, но идут по пути антагонизации автономии центральной власти. Мы враги, и при этом они не хотят ответить на один фундаментальный вопрос. А что дает ГГУская автономия Республики Молдов? Только, пожалуйста, не утомляйте меня этим бредом, что это якорь государственности и так далее, и так далее. Потому что я осмелюсь заявить, что... Уже якорь перемен, господин Антон, уже якорь перемен, извините. Якорь перемен, да. Хорошо. Русский язык богатый. Но все равно якорь, но все равно якорь, так что все нормально. Русский язык богатый, и мы можем иронизировать по поводу всего и вся, но я повторяю, на основе вот этого кликушества, демагогии и примитивной агрессии никто ничего не выиграет. И Кишиневу это не надо. Нам это не надо. По той простой причине, что нам нужно спокойно развитие страны, нам нужно решать фундаментальную проблему в условиях рисков, связанных с войной в Украине, как перейти к экономическому росту. Потому что без экономического роста мы не остановим ни исход молодежи, не обеспечим повышение уровня жизни тех же клятых пенсий, тех же зарплат и так далее, и так далее. И обеспечить безопасность. Самое главное. Безопасность, да. Поэтому я говорю, то, что наблюдаем в народном собрании, это прискорбно. В ситуации, когда я абсолютно уверен, что в ГГУской автономии есть люди, которые совсем по-другому думают, совсем по-другому воспринимают отношения Камрата и Кишинева. И совсем по-другому относятся к перспективе европейской интеграции Республики Молдова. Как вы думаете, проект закона, предложенный Радом Марианом, будет принят в первом чтении на Ленде? Да. Почему нет? А во втором чтении? Ну, первое чтение, потом пройдут публичные слушания, как это по-русски называется, в которых могут принять участие и представители автономии, при условии, что будут вести себя цивилизованно и непонятно, на каком языке они будут принимать участие в этих дебатах, потому что, извините, незнание официального языка страны не предусматривает каких-то специальных прав. Если они из своего кармана оплатят переводчика и придут на эти слушания, ну что ж, это их выбор. Но, повторяю, это будет абсолютно транспарентный процесс, стандартный процесс, и только не надо нас пугать и шантажировать, потому что потом будет стыдно. Господин, то еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить, вот это из последнего заседания Народного собрания, там было такое выражение, господин Карач, депутат от Бежгеза, ВДВшник, да, там, нет, у него даже он летчик, извините, да, летчик, летчик, не знаю. Значит, он то ли предостерег, то ли, не знаю, что, выронил такую фразу, как бы, ребята, особо тут не это самое, сейчас нет в Болграде, не те, кто были тогда, имея в виду в 90-е годы, да, а как бы, я бы просто хотел с вами, попросил вас прокомментировать именно это заявление и как вы его расцениваете. Но давайте для начала посмотрим, для того, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Коллеги. Почему они это делают? Потому что знают, что сегодня все поменялось. Все поменялось, и не 90-е, и не 2000-е годы. Я вам говорю сколько раз. Нет Болграды, тех, кто было, нет остальных, и посмотрите, что тут кругом творится. Поэтому поставлять народ мы не будем, но мы должны действовать. Это достаточно спекулятивная ситуация, которую каждый интерпретирует в меру своей испорченности. Я прокомментирую в меру своей испорченности, будучи румынским нациком, но я считаю, что это, как говорят, оговорка по Фрейду. Господин Караджа хотел сказать следующее, что если бы сегодня в Болграде была та воздушно-десантная дивизия, которая в 90-м году раздавала оружие ГГУЗам, мы бы показали этим молдаванам. Но так как этой дивизии нет, поэтому давайте притворимся, что мы другие. Ключевое слово в данном случае притворимся. И на основе такой аргументации рассчитывать на диалог, на взаимное уважение. Да, на взаимное уважение это когда депутаты Народного Собрания на митингах кричат про желтую заразу, про то, что нас воспитывали в коридорах спецслужб. И не говоря уже о том позорном митинге, который я всегда буду напоминать, 13 ноября 2020 года, на котором построили 21 примара из гагузской автономии и звучала песня «Гнилой фашистской нечисти залепим пулю в лоб», имея в виду Майя Санду и ее сторонников. Поэтому эта оговорка по Фрейду говорит о том, что нам еще очень много надо работать с тем, чтобы на первый план вышли действительно реальные проблемы наших сограждан из гагузской автономии, а не вот эта демагогия трехкопеечная, которая используется для того, чтобы манипулировать людьми, не говоря уже о циничном, примитивном подкупе избирателям. Если это демократия, тогда, извините, я не понимаю, куда мы плывем. Вот еще последний вопрос. Мы из Гагузии всегда слышим претензии к руководству страны, особенно к руководству партии ПАС, что отбираете, не защищаете и так далее. Но мы не слышим никаких претензий к депутатам парламента Республики Молдова, этническим гагаузам, которых целых три человека в парламенте, чтобы они подняли вопрос, защитили и так далее. Как вы думаете, с чем это связано? Или гагаузы не видят этнические гагаузы в парламенте своими представителями? Я выскажу свою личную точку зрения. Да, да, конечно. Мы все и в парламенте, и за пределами парламента, в первую очередь, граждане Республики Молдовы. И я повторюсь, наверное, но у нас во фракции никто никого не спрашивал этническую принадлежность. Есть рабочий язык румынский, а все остальное это личное дело каждого депутата или гражданина. И тот факт, что нет, почему? Господин Федор Гагауз, он достаточно последовательно выходит с какими-то инициативами. Другое дело, что эти инициативы не находят поддержки. Создается впечатление, что он старается просто продемонстрировать, что он не забывает про гагаузскую автономию, не особо рассчитывая на то, что его предложения будут проголосованы большинством. Но это всего лишь говорит о том, что я повторюсь, гагаузская автономия это в первую очередь должна быть ориентирована на решение проблем автономии. А в парламенте Республики Молдова решаются проблемы всей страны. Поэтому здесь не важно, кто откуда избран и кем он себя считает. Господин Антой, благодарю за то, что пришли и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего вам хорошего. Надеюсь, прохлада придет и на юг. Я там. Мы это тоже надеемся. Субтитры создавал DimaTorzok